В конце прошлого года российские пропагандисты опубликовали очень смешной видеосюжет, в котором обновленный российский крейсер якобы в одиночку побеждает весь военно-морской флот НАТО. Очередную порцию пропагандистской клюквы выдал Пятый канал. На сей раз она посвящена состоянию ВМФ России, который уже через два года будет полностью непобедим для любого врага, существующего на планете. На своем сайте пропагандисты разместили вот такой видеосюжет. Обновленный российский крейсер Адмирал Нахимов может в одиночку сдержать флот НАТО. Атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов станет кораблем особого геополитического значения. Судно передадут в ВМФ в 2022 году. После модернизации оно получит обновленное вооружение, в том числе и ракеты Циркон. Гиперзвуковая ракета неуязвима для ПВО и способна уничтожить крупный крейсер на расстоянии тысячи километров. По словам экспертов, Адмирал Нахимов эффективно прикроет страну с океанских направлений, голосили пропагандисты. То есть получается, что весь остальной свой военно-морской флот Россия смело может переплавить на трактора и комбайны для народного хозяйства. И что самое удивительное, то же самое могут начать делать и все враги России, поскольку их военно-морские силы после 2022 года уже ни на что не сгодятся. Однако вот незадача – вдохнуть новую жизнь в корабль никак не получается, а сроки восстановления вновь затянулись. Напомним, крейсер проекта 1144 Адмирал Нахимов поставили к причальной стенке еще в 1999 году. В подвешенном состоянии находился 14 лет. Крейсер был на консервации, хотя на нем был сокращенный экипаж и даже менялись командиры, так положено, пока корабль не выведен из состава флота. Судьбу крейсера решили в 2013 году, когда начался ремонт и его модернизация. Планировалось, что возвращение этого корабля на боевую службу должно было состояться в 2018 году. Однако что-то пошло не так и сдачу перенесли на 2022 год. В начале 2021 года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации ОСК Алексей Рахманов, сетуя на прежних ненадежных подрядчиков, заявил в интервью информационному агентству Интерфакс, что графики ремонта будут соблюдаться. На сегодняшний день у нас директивный срок, сдача в 2022 году, заявил Рахманов. Но все опять пошло не по плану. Не так давно замминистра обороны РФ Криворучко заявил, что подрядчиками опять нарушены все сроки, а потому многострадальный тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов вернется на боевую службу не ранее 2023 года. Честно говоря, очень странные планы у российского замминистра. Ведь до сих пор так никто и не знает, когда Такар отойдет от причальной стенки Севмаша. Дело в том, что отсутствуют необходимые системы вооружений для завершения работ на крейсере. Например, изначально ставка была на ПКР Оникс, которые в принципе можно было упаковать в пусковые гранитов по три штуки. Но решение было изменено и договорились на монтаж УКС КЗС-14 в целях универсальности. Потом, естественно, после решений Путина о скорейшем принятии на вооружение ПКР Циркон, все ждут Циркон. Когда он будет? А никто, граждане-россияне, не знает. На дверях Минобороны висит табличка «Не стучать, идут испытания». Этим трудности не ограничиваются. Самые большие корабли России должны быть и самыми неприступными. А раз так, то в качестве ЗРК уже не устраивает дряхлый С-400. Надо ждать Прометея. Правда, никто не слышал о существовании морской версии С-500, а они отличаются. В общем, похоже на то, что многострадальному тяжелому атомному ракетному крейсеру проекта 1144.2М Адмирал Нахимов так и не суждено выйти из состояния бесконечного ремонта, на который он был отправлен еще в далеком 1999. Как вы понимаете, более 20 лет Тарк ожидает своего звездного часа и возвращения в бескрайние океанические воды. Но напрасно. Причем создается впечатление, что целью ВМФ РФ является не столько возвращение в строй данного крейсера, сколько установление мирового рекорда по длительности проведения ремонтных работ. Осмелимся предположить, что объявленные ранее очередные сроки сдачи крейсера вновь не будут выдержаны и в скором времени мы услышим об очередном переносе. Это, конечно же, не может не радовать, ведь, по сути, мы с вами наблюдаем за тем, как гордость ВМФ РФ грозный Тарк Адмирал Нахимов превратился банально в объект по отмыванию бюджетных денег. Турбопатриоты неистово верят, что работы ведутся и скоро Адмирал будет грозить капиталистическим АУГ в океанских просторах. Пускай верят, кто же им мешает. Но факт остается фактом. Такие корабли, как Адмирал Нахимов, России не то, чтобы по силам строить, она их даже отремонтировать толком не может.